Доброчинный марафон «Наши дети» протягивается. Сегодня в Гомельском цирке прошло масштабное новогоднее свято. Господары на земле, лепшим керавникам агропромыслового комплекса региона сегодня уручили заслуженные узнагороды. Попередить бяду, да и проводить комплекс профилактических мероприемств «Чвярозая дорога». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Шостый Усебелорусский народный сход планыться провести 11-12 лютого. Об этом президент краины Александр Лукашенко заявил сегодня на нараде по подрыхтовке форума. Традиционно на Усебелорусском народном сходе будут подведены выники пятигодки. Необходно открыто сказать про то, чего досягнули, что не отрималось и чему лишить президент. А кроме того, делегатам треба будет разглядеть программу социально-экономичного развития на 2021-2025 годы. Отценить механизмы, с допомогой яких пропануются забеспечить экономичный рост и захавать модель социальной державы у наискладанных внешних умовах. Александр Лукашенко подкреслив, что все нововядения, которые будут пропануваться, обвязаны служить одной мэте – белорусам и их добробыту. Дарайше сегодня у Гомеля отбылось посаджение областного архкомитета по подрыхтовке до Усебелорусского народного схода. На им разглядались основные организационные пытания. Республиканская акция «Наши дети» протягивается. Сегодня у Гомельским цирку прошло масштабное новогоднее свято. Казочные герои, насыщенная забавляльная программа, а так само узнагороджение лепших-злепших. Дети, которые все лето пополнили своими поспехами скорбонку досягнения у Гомельщины. Подрабязности в наступном сюжете. Гомельский цирк расшинил дверы для юных гостей из всей области. Тут собрались операможцы международных, областных и республиканских творчих конкурсов, спортивных спаворництвов, а так само те, кто особливо мая потребу у подтрымцы – выхованцы шмадзетных, малозабеспеченных и приемных семьев, дети с инвалидностью и сироты. Организаторы мероприемства имкнулись и никого не покинуть без уваги. Важный момент свята – узнагороджение и веншование с надходящими святами. Дети, которые по воле лесу застались без хлопоту, отримали солодкие подарунки и грешовые сертификаты. Из всех кутков региона приехали талиновитые школьники, чтобы держать заслуженные подарунки. Все лето своими справами они прославили родный край. У таки непростых год им удалось заработать так, как бы гомельшина имя гонорилась. Керауництва в областях это ценит. Саправдый 2020 год стал часом достигнений для юных жихаров региона. Этот год был очень непростой. Несколько проблемные. Мы решали много задач с вами. Но он был и успешным на наши результаты. Мы с вами доказали всей республике, что мы лучше по централизованному тестированию. Мы с вами ввели ряд объектов в социальной сфере и лично по направлению образования в Уминском районе, в детский сад, в Кетликовском районе, в Адонизации детского сада с новым оборудованием. Мы ввели прекрасную школу в 21 микрорайоне города Гомеля. После урочистостей тоя, чего с нетерпением чекали и дарослые, и дети. Забавляльное шоу. И оно уместило самые розные виды церкового мастацтва. Абы якобым не застався никто. А кроме акробатов, клоуны, танцоры, жанглёры, дрессированные живёлы и многое іншее. Глядачоу веселили интерактивами, артысты захапляли их своим мастерством и утрымливали увагу до самого финалу представления. Дети, их наставники и выховальники усмехаются, а значит организаторы свята досягнули своею меты. Юные гости мероприемства ведают, что и они тут не просто так. Тому эмоции их переполняют. Мы снимали в моей школе видео, там где я танцевал. Ну не танцевал, я пел, танцевал. И мы потом это отправляли на сайт. И я потом там написано было в газете. То есть я стал несомненным лидером. Ну первое место. Я хорошо учусь олимпиадницей по математике. Ещё участвую в разных конкурсах по рисованию. Мне очень понравились впечатления, очень клёвые. Благодарю тем, кто меня сюда пригласил. Ну эмоции, конечно, зашкаливают. Сёняшняя ёлка. Добрая нагода подарить радость усім, кому заусёды патрэбны допамога и сябровская плячо. Шмандзэтная сямья Мушкавец, якую не одной чы падтрымливаў Гомельскі, а был выканкам, отрымала подарунки ад имяя гостаршыні Єнадзе Салавя. Єнадзе Михайлович па абектывных прычынах не змог присутнічаць ісабіста, але не пакінув сямью без уваги. Для нас это подарок очень огромный. Дай Бог всем здоровья, штоб в следующий год был, наверное, больше здоровья было у людей, штоб было только счастье. Мероприемство стало кульминацией республиканской акцій «Наши діти» на Гомельщине. А пошні мероприемства отбудуться 10-го студеня. Роганизаторы акцій упеўнены. Добрая традиция протягнется і у наступным годзе. Миколай Скинсіян, Сергей Камкоў, телерадоя компания «Гомель». До республиканской акцій «Наши діти» долучыліся вратовальники Гомельщины на перайда дні свята, яны наведали школу-интернат для дятсей за хворваннями гостёво-мышечной системы у Костюковцы. До дятсей Дед Мороз и Снягурка праехалі на пожарной машине, упрыгожанной сотнями агенщиков. У программе ранішніка – новогоднія каска, карагоды, конкурсы і танцевальні аспоборніствы. На приканцы свята кожны ўдзельніка трымаў смачны і корыстныя подарункі. Завершыне года час подводзіць вынікі. Лепшым керавнікам агропрамысловага комплексу регіона сёня уручылі заслуженны узнагороды. Отповідны конкурс сёліта ў першыню праведзіны по ініціативе Абласнога агропрамысловага Саюза. Дыпломы пераможців і лауреатов отрымалі 15 чалавек. Подрабязнасті ў матриялі нашых корыспандэнтав. Прапанова Абласнога агропрамысловага Саюза праведзіні конкурсу лепшых керавніков сельскох спадаршых предприємств знайшла патрымку ў Абласным виконавчым комітэці і Галіновым профсаюзі. У регіоні працівніков АПК ўшановую часты, але галонным чынам працівніков рабочых професій. Керавнікі часты застаюцца пазаувагай. Хоць мінавіта ад їх, ў першую шаргу залежась поспіхі ўсяго коліктыву. Саугаскомбінат ЗАРА Мазырскага района ў Гомельскай в області адно з лепших сельгазпредприємствов. У падтвержене ўсяго адна ліжба. Сьоліта середня зарплата ў господарці, яка паспяхово развівається одразу по нікольких накерунках, перевысила пауторы тысіші рублёв. В соседнім Наралянському районі имеються землі, которые мы в паследні годы активно осваїваєм. І плюс, к тому же, мы на этой території строим нові фермы і добиваємось неплохих результатів в животноводстві. Пастоянно розширяємось. І в цьому гаду було создано порядка 50-60 нових рабочих міст, гді прайзводться такі з довольна високій выручкай на одного роботніка, що пазволяє укріпляць нашу базу і платити достойну зарплату нашим ліцям. Сюня головна задарша сельгазпредприємства у заховання харшової безпеки країны. Але разом з тим, их сподаркі займаються развіцем сельской інфраструктуры, підтримкай у стану аддукації і культуры. А тому, під час церемонії узнагарожування, директорам жадаюць здоров'я, царплівості і поважливого ставлення з боку підначаліних. Правда, каб досягнуць гэтага, і самім кераунікам необхідно адноситься до людей відповідним чинам. Работа обычна, як завжди. Надо работать, надо понимати людей, надо підтримувати, надо заботиться, мобілізовувати, і все буде в порядке завжди. Все літа ліпших керауніков сельгазпродприємства визначали у двох номінаціях. Са стажем роботи у конкретної господарці до пяти годів і з виш гэтага терміну. У кожній по три пераможці і нікалькі лауреатів. У наступному годі конкурс планується провести знов. Зараз на гомиші не працюєць каля 200 керауніков господарок. А гэта значить, що выбирать будзі з кого. В першу чергу, їм самим необхідно друг у друга учиться. І не треба нікуди ехати, ні за тридевять земель, ні куди. А вони можуть навіть в районі друг у друга взяти саме лучшее, взяти где-то якісь якісь, місце проработати вопросы і роботу над ошибками, тому що сьогодні завершають ошибки один, завтра не завершають другой. І потенціал дуже високий. Його треба раскрыти. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компанія «Гомель». Подарунок городу до надходячого нового года. У Мазары пасля капітального ремонту открылась головная отделення пошты. Тепер тут сучасна і комфортна, усе для зручності клієнтів і супрацівників. Інтер'єр виконаний у фірменних колерах «Білпошты». За пригожим оформлением насыщен із міст. Зміны закранули не тільки вонковий выгляд отделення, але і організація усяго працівного процесу. Наші роботники почты іщуть нові інновуційні ідеї для того, щоб улучшити качество оказываємих услуг. Наверно, це новогодній подарок. В преддверіях всіх новогодніх подарок для жителів міста Музыря таке замечательне почтове отделення з бізнес-услугами, з розширенням спектра услуг. Ну і, конечно, прежде всього, це хороші робочі міста для роботників. Ну і, конечно, комфортабельне, удобне обслужування наших жителів. Для ціць зіалення почало праців, десятки клієнта вже оціоніли зміны. Електронна чарга – важний функціонал. Можна спакійно чекатися на зручній канапі і назіраць за ліжбами на табло. Новий год на годы вінчаваць і здівляць. Зробіць гэта можна із допомогой Білпошты. До інших тем, у Гомеля арештований удільник протестних акцій, які заховував Дома Марихуанну. Факт правопорушення выявили оперативніки наркоконтролю в Советського районного отделу внутренних справ. По місці жихарства 35-гадового гамельчанина выявлено і конфисковано маль 15 грамів небезпечного наркотичного речева. Со слов затриманного, наркотики її нуживає на протягу п'яти годів. Слідчая дали правовую оценку дзеням гараджаніна. По факті незаконного обороту наркотичних речеву распачата кримінальна справа. Як поведомили в управлінні внутрніх справ, фігурант з'являюця удільником протестних акцій на території Гомеля, активным користальником радикальних телеграм-каналів і чатаў деструктивной накерованості. Раній мужчина був судім за учінення хулиганских дзенів у стані алкогольного оп'янення. Неодноразово притягувався до адміністраційной отказності за порушення правил дорожного руху. У тимліку був позбавлений право за знаходження за рулем у стані наркотичного оп'янення. А вы употребляли что за рулем? Коноплю. За наяві лишили прав. Был поставлен на учет наркологический диспансер. А давно начали употребляти коноплю? Ну, там, с 2005... Ну так, по чуть-чуть иногда. И, наверное, с 2015-го. Опероцветочные дни у Гомельской области реализуется комплекс профилактичных мероприемств у тверозая дорога. Супрацовники Державтої інспекції працюють в узмоцненном режимі. Мэта попередить і спуніть факты керування транспортом у стані алкогольного оп'янення. За 11 місяців года не тверозі водітелі здійснили 54 дорожно-транспортні оздаренья, у яких 14 чоловік загинули і більш за 60 потярпіли. Все літо інспекторы ДАИ затримали більше як 3 тисячі водітелів, які знаходзіся за рулем у стані алкогольного оп'янення. Комплекс профилактичних мероприемств протягнеться до десятого студене. Сотрудники ГАИ проводили профилактические отработки, в ході которых особе внимание було сосредоточено на нарушеннях правил дорожного движення пешеходами і водителями, в особенність позволяючим себе садитися за руль в нетрезвом состоянию. Якщо ви видите, що за руль автотранспорта садиться нетрезвий водитель, либо по проїжджій части, либо вблизи проїжджій части передвигається в состояние оп'янення пешеход, либо велосипедист, не станьте в стороні, позвоніть на лінію 102, либо сообщіть об этом ближайший отдел милиції. З замоцного ветру на ближайші дні в регіоні обвешані оранжеві узрові небезпеки. Париви можуть досягати 20 метрів за секунду. Неприємних відчуваннях додадуть опадки. Дзінная температура поветра на протягу тыдня не опуститься ниже за плюс 3 градуси. У другой його полові буде до 8 тепла. Становчі отзнаки термометри покажуть навыту ночі. У ближайші сутки на дорогах махчима гололюдіцца. Водителям і пешеходам варто бути вельмі уважливыми і осторожними. Це інші новини, інформацію про ектах телерадиокампанії «Гомель» ви можете знайти на нашім сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На цьому випуск завершений. Усяго доброго і до зустрічі у ефіре. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжає де-факто в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Причинний пожар, із-за которого пришлось эвакуіровать 10 чоловік із многоэтажки в Чонках, Гомельського району могла стать неосторожність при куренні одного із жильців. Накануне утром по номеру 101 поступило сообщение о том, що по улиці Речной горить квартира. По прибытии спасателей к месту вызова наблюдалось открытое горение на третьім этаже. Хозяйка находилась внутри. При помощи трехколенной лестнице эвакуирована, спасена і доставлена в учреждення здравоохранення. В ході ліквідації чрезвычайной ситуации з вышележащих этажей спасены 10 чоловік, в тому числе трое дітей. Женщина 1940 года рождения, находящаяся на вышележащем этаже, госпиталізована з предварительним діагнозом отравлений продуктами горення. Пожар ліквизирован спасателями, огнем уничтожено імущество в квартире. Пришли на помощь своевременно. В Гомеле на улиці Междугородній работники МЧС спасли мужчину. Тревожний звонок от взволнованных соседей поступил в обеденное время. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили задымление в квартире. На полу находился хозяин. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с различными травмами мужчина был госпитализирован. Основная версия происшествия – неосторожное обращение с огнем. В поселке Бадзеры Будокошелевского района хозяйка частного дома и ее сожитель также были на волосок от смерти. Женщина проснулась, почувствовав запах дыма. Вечером 49-летняя хозяйка легла спать, а через некоторое время проснулась и увидела горение в доме. За помощью она побежала к соседу, который и сообщил о пожаре в МЧС. 62-летний мужчина самостоятельно проник в дом и спас 56-летнего сожителя хозяйки. В медицинской помощи они не нуждались. А вот женщину с предварительным диагнозом «термический ожог» пришлось госпитализировать. Пожар ликвидирован спасателями. Версия его причины – также неосторожное обращение с огнем. Помощь спасателей понадобилась и на месте ДТП. Сегодня ночью в Петриковском районе, в пяти километрах от поселка Муляровка, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В салоне легковушки оказался зажат человек. Водитель автомобиля Audi Q7 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение со стоящим на левой обочине МАЗом. Водитель легковушки зажало между рулем и сидением. При помощи гидравлического инструмента он был деблокирован и с множественными травмами госпитализирован. Водитель грузового автомобиля не пострадал. К сожалению, это было далеко не единственное серьезное ДТП. В выходные на дорогах области семь человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб. Вечером 25 декабря 58-летний водитель, управляя автомобилем Audi 100, двигался по автодороге Гомеля. В районе остановки общественного транспорта, автодром, водитель Audi 100 совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, находился по центру проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение города Гомеля. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. У всех участников дорожного движения изъяты биологические материалы для установления физического состояния как пешехода, так и водителя. 26 декабря примерно в 8 утра в Гомеле 44-летний водитель, управляя автомобилем The Sense, совершил наезд на 71-летнего мужчину-пешехода. С телесными повреждениями он был госпитализирован в больницу, где 27 декабря скончался. Пенсионер шел по проезжей части дороги справа по ходу движения автомобиля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель потерпел третье поражение к ряду в хоккейной экстралигии. Правда, два первых поединка были проиграны командам, которые находятся в таблице выше. А вот третье поражение стало неожиданностью. Гомель ездил в гости к Могилеву, обитающему в подвале турнирной таблицы. Во втором периоде хозяева счет открыли, забросил Костерев. Вскоре Хузеев цифры на табло уравнял. На старте третьего периода гости остались в меньшинстве. Амна Андрющенко наказал Рыси за недисциплинированность. В концовке команда Сергея Стася в надежде на овертайм пошла на штурм в шестером. Ошибка в чужой зоне вылилась в забег могилевских хоккеистов на пустые гостевые ворота. Лапшин не промахнулся. Диктор на ледовой арене еще объявлял авторов заброшенной шайбы. А Гомель вновь вернул интригу. Комбович отметился заброшенной шайбой. В оставшиеся полторы минуты Могилев выстоял и победил 3-2. Завтра Гомелю играть с еще одним аутсайдером – аршанским локомотивом на его льду. А накануне у железнодорожников гостил Металлург. Гости дважды забросили в большинстве и отличили Соломонов и Останков. Еще одна шайба Столиваров на счету Кузнецова. Взятие ворот случилось при игре в равных составах. Локомотив ответил точным броском Гельманова. Металлург победил 3-1. Завершает календарный год жлобинская команда завтра выездным поединком с Могилевым. Женский гонбольный Гомель закрыл календарный год домашним матчем против столичной звезды. Проблем у команды Тома Жучатора в этом поединке ожидаемо не возникло. Гомельчанки уверенно оставили за собой первый тайм 19-7. После перерыва преимущество хозяек площадки продолжило расти. Итог 35-15 победа Гомеля. Больше всех постаралась полусредняя Ульяна Петрачкова на счету 16-летней гонболистки 11 голов. В 2020 год и женская и мужская команда гонбольного клуба «Гомель» завершают на втором месте в чемпионате страны. Две гомельские команды сыграют в финале четырех Кубка Беларуси по мини-футболу. ВРЗ отправился на выездную игру против Борисова 900, имея в багаже добытую дома по обеду над соперником со счетом 3-0. В гостях вагоностроители также были сильнее. 3-2. Голами в составе ВРЗ отметили Заяц-Матьевский, Клочко и Селюк. У Борисова 900 забивали Насали и Шутко. БЧ в ответном матче четвертьфинальной стадии в Светлогорске проиграл местному ЦКК со счетом 4-7. Однако полученного в первой игре перевеса в четыре мяча железнодорожникам хватило для того, чтобы продолжить борьбу за трофей. Также в финале четырех в январе сыграют столицы, одолевшие по сумме двух матчей земляков из Дорожника и охрана Динамо, которая в серии пенальти оказалась сильнее другого динамовского коллектива из Гродно, УВД Динамо. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.